Одним из основных вопросов очередной сессии законодательного собрания региона стали изменения в областной закон о бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Благодаря им увеличится финансирование ряда важных направлений. В частности, одна из крупнейших прибавок на этот год – субсидия на 900 миллионов рублей сельхозпредприятиям области за приобретенную в прошлом году технику. Благодаря этому общий объем господдержки АПК Новосибирской области превысит 3 миллиарда рублей, тогда как в 2021 году эта сумма составила 1 миллиард 700 миллионов. Незабытые социальные обязательства, которые региональные власти намерены выполнять полностью и с учетом растущей инфляции. Средства на это будут выделены из резервов финансовых средств на второй полугодии. Запланированы расходы на повышение зарплаты бюджетникам, которые не попадают под защиту майских указов на 10% с 1 июля этого года. Также запланированы дополнительные средства на выполнение обязательств перед бюджетниками, уже попадающие под майские указы, с учетом прогноза роста, опережающего роста средней заработной платы в нашем регионе. Кроме того, в бюджете будут зарезервированы средства для возможного повторного повышения зарплаты бюджетникам и первой и второй категории с учетом факта инфляции. Произойти это может к осени. На 270 миллионов рублей увеличится и сумма, выделяемая на покупку жилья для детей-сирот. Всего в 2022 году на эти цели в бюджет заложено почти 2 миллиарда рублей. Это опережающее выполнение наших социальных обязательств, очередь достаточно большая. С другой стороны, это такая антикризисная мера поддержки строительной отрасли, поддержки спроса на жилье. Еще одна проблема, на которую обратил внимание губернатор, то, что у льготных категорий школьников стоимость обеда ниже, чем у всех остальных. На эти цели также будут выделены дополнительные средства. Депутаты поддержали предложенные правительством региона поправки в первом чтении. Окончательное утверждение должно состояться через неделю, на сессии Законодательного собрания области 14 июля. Конечная сумма резервного фонда на данный момент составляет 6 миллиардов рублей. Однако предварительно обговорена необходимость сентябрьской сессии, на которой эту сумму могут увеличить.